Как войти в топ-100 лучших специалистов по березовым производствам? Почему клиенты всегда будут недовольны текущим качеством вашей работы? Как обеспечить высокую профессиональную репутацию? Что сделать, чтобы ваш босс постоянно повышал вам зарплату? Сегодня необычная и очень интересная тема, о которой меня попросили рассказать на одной из конференций. И это был насыщенный разговор с участниками о том, что нужно сделать, чтобы войти в топ-100 лучших специалистов по организационному развитию. Сразу хочу предупредить, что я высказал необычный взгляд на заявленную тему, и все мои идеи нельзя назвать профессиональными рекомендациями в области карьерного планирования и роста. Мне кажется, что участники конференции оценили предложенную мной модель. Так что расскажу обо всем. Посмотрите это видео до самого конца. Меня зовут Сергей Лити. Я входил в топ-100 лучших производственных менеджеров России. Я прошу вас поддержать канал ЛитиПро. Подпишитесь на канал. Это лучший мотиватор делать новое видео. Нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. Сделайте репост, поставьте лайк. Спасибо! Организаторы конференции «Проектирование бизнес-архитектур» попросили меня поделиться своими идеями о том, как войти в когорту лучших специалистов по организационному развитию. Сначала меня такой запрос поставил в тупик. Несмотря на то, что я неоднократно попадал в топ-100 лучших производственных менеджеров России, я понятия не имел, как это у меня получилось. Тем не менее, я решил не оставлять запрос без внимания. И начал рассуждать. И мне кажется, что я нашел некоторые вполне рабочие идеи, с которыми я поделюсь. Уверен, что вы понимаете, что универсальных советов просто не может быть. Ответов на вопрос, как войти в топ-100 лучших по профессии, гораздо больше, чем я могу дать. Скорее всего, путь к профессиональной вершине – это сложное сочетание профессиональных навыков и знаний, психо-эмоциональных качеств человека, его социальной активности, что очень важно в современном мире, окружения, которое формирует человека, профессиональной удачи, счастливого стечения обстоятельств. В общем, универсального рецепта нет. Определенный сдвиг в создании задачи произошел, когда я немного изменил ракурс. И начал рассуждать не о людях в профессиях, их способностях и навыках, а об услуге или товаре. Ведь профессионал оказывает услугу или делает какой-то продукт. Если представить, что специалист по организационному развитию или бережливому производству оказывает услуги для подразделения или внешнего клиента и проанализирует именно продукт, который создает человек. А анализ человека через продукт, который создает, это, конечно, несколько бездушно, но может быть продуктивно. Как специалист по ЛИН 6 Сигм, я вспомнил о профессоре Токийского университета на реакте Кано, который сформулировал модель эмоциональной реакции потребителей, которая была названа в его честь. Эта модель применяется в 6 Сигм. Модель Кано используется для моделирования удовлетворенности клиентов теми или иными характеристиками продукта. Еще раз обращаю ваше внимание, что эта модель не применяется для оценки степени профессионализма людей. Так как же увязать эти две задачи? Обо всем расскажу, но прежде у меня к вам просьба. Поставьте лайк и сделайте репосты этого видео. Спасибо! Рассмотрим модель Кано. Кано изучает зависимость степени выполнения тех или иных требований клиента и степени удовлетворенности. Казалось бы, здесь все просто. Чем выше выполнение требований, тем выше удовлетворенность. Но так происходит не со всеми характеристиками. Кано разделил все требования на 5 типов. Первый тип. Базовые или подразумеваемые требования. Характеристики, свойства продукта. Реакция клиентов на них следующая. Если базовые характеристики продукта низкие, то клиент крайне недоволен. Он, скорее всего, откажется от покупки. При этом, если базовые характеристики реализованы на отлично, очень хорошо, то клиент относится к этому в лучшем случае нейтрально. Например, базовым свойством мобильного телефона является осуществление звонков. Если телефон плохо принимает звонки, клиент будет крайне недоволен. Но если прием великолепный, клиент, скорее всего, скажет что-то типа «Телефон звонит, ну и что здесь такого удивительного?» Поэтому они и называются подразумеваемые по умолчанию свойствами. Второй тип. Основные, одномерные, конкурентные или высказываемые характеристики. Именно по ним клиент принимает решение об покупке вашего продукта. Если высказываемые характеристики находятся на низком уровне, клиент будет разочарован. А если они на высоком уровне, то клиент будет очень доволен. Эти характеристики являются одномерными, потому что они оцениваются как есть или нет, ноль или один. Именно их используют для сравнения однотипных продуктов. Поэтому они еще являются факторами выбора. Например, по моему мнению, одномерной характеристикой телефона является камера. Если камеры на смартфоне нет или она очень плохая, то, скорее всего, клиент будет очень недоволен. По мере роста качества снимков, которые делает камера, степень удовлетворенности клиента будет расти. И если у него крутая камера, он будет чрезвычайно доволен. Третий тип. Неосознанные, восхищающие требования. Часто клиент даже не может такого рода требования сформулировать или не ожидает их присутствия в каком-то конкретном продукте. Если такого рода свойства реализован на низком уровне, то клиент все равно это положительно оценивает. А если характеристика будет реализована хорошо, то это вызовет восторг у клиента. В моем примере со смартфоном это может быть, например, складной экран. Еще одним типом характеристик являются индифферентные или нейтральные, качество реализации которых никак не сказывается в отношении к клиенту, к нашему продукту. Посмею предположить в моем примере со смартфоном, что это наличие сетевого адаптера, который, возможно, именно по этой причине пропал из коробок новых телефонов. И последней группой характеристик являются нежелательные, наличие которых раздражает клиента. Для полноты картины и завершения описания модели Кано следует указать, что характеристики продукта мигрируют из одной группы в другую. То, что раньше вызывало восторг, становится ожидаемым, а затем и базовым требованием. Именно поэтому клиенты рано или поздно перестанут быть довольны тем качеством, которое вы оказываетесь сегодня. Первые камеры на телефоне вызывали восторг, потому что вы могли всегда сделать фото, даже когда качество картинки было не очень. Сейчас качество фото, которое делает смартфон, является важной сравнительной характеристикой. И при этом я считаю, что в настоящее время мы видим переход этой характеристики в базовую. Наличие хорошей камеры становится обязательной для модели любого ценового сегмента. Что ж, я рассказал вам о модели Кано, что само по себе может быть вам полезно. Так при чем здесь профессиональная карьера и репутация? Сейчас все расскажу. Если вам нравится видео, которое я делаю, поставьте им лайк и сделайте репост. Если при карьерном планировании оттолкнуться от модели Кано, то можно сделать ряд интересных выводов. Давайте рассмотрим навыки и умения человека через описанный подход. Начнем с базовых компетенций, характеристик. Они отличаются тем, что если человек обладает ими на низком уровне, то его профессионализм будет оценивать чрезвычайно низко. И при этом, если специалист будет обладать этими навыками на очень высоком уровне, то его будут оценивать нейтрально. Например, для специалистов по бирюзилевому производству такими базовыми требованиями могут быть знания и навыки применения инструментов, таких как управление проектом, картирование потока создания ценности, 5С, визуальное управление, стандартизация, быстрая переналадка и тому подобное. Надеюсь, вы со мной согласитесь, но кого сейчас в современном мире можно удивить тем, что вы знаете, что такое 5С? Я очень удивлюсь, если найдутся такие руководители. Для бизнес-аналитика таким навыкам возможно является построение диаграмм бизнес-процессов и разработка регламентов. Что это значит? То, что концентрируясь лишь на базовых навыках, вы вряд ли добьетесь высокой репутации в профессиональной среде или будете иметь очевидный потолок в своих доходах, и он будет не очень высоким. Оттачивать свое мастерство в таких характеристиках вы будете очень далеко от топ-100 лучших ваших профессий. Вы будете хорошим специалистом, выполняющим рутинные задачи. Для того, чтобы иметь хороший потенциал роста в вашей профессиональной капитализации, нужно обратить особое внимание на основные высказыванные требования. Если вы ими не обладаете, то ваша квалификация оценится очень низко. И по мере роста навыка в такого рода характеристиках ваша оценка будет прямо пропорционально расти. Могу предположить, что такими характеристиками для специалистов по бережливому производству возможно могут быть Управление портфелем проектов Подготовка и проведение тренингов, курсов, различных учебных модулей Разработка долгосрочной стратегии развития бережливого производства в компании Навыки вовлечения сотрудников, процессы совершенствия и т.п. Для бизнес-аналитика Наверное, правильно на этом уровне назвать бизнес-архитектор Возможно, это построение бизнес-архитектур Анализ и управление данными по бизнес-процессам Интеграция различных инструментов для решения задач бизнеса Например, бережливое производство, процессное управление, цифровизация и т.п. Если вы сконцентрируетесь на такого рода основных характеристиках профессиональной капитализации Ваши карьерные возможности будут очень высокими И вы можете максимально приблизиться к топ-100 лучших А при самом хорошем раскладе войдете в него При этом, я думаю, что все же их будет недостаточно Чтобы войти в топ-100 Нужно еще что-то То есть это характеристики При их наличии даже на низком уровне Это будет вызывать положительную оценку А если вы будете реализовывать этот навык на высоком уровне То это будет существенно влиять на вашу профессиональную репутацию Она будет высочайшей Попробую предположить, что для того, чтобы войти в топ-100 Важно внешнее признание То есть наличие публичных обучающих курсов Написание статей и книг Публикации в профессиональных средствах массовой информации Активность в социальных сетях В профессиональных сообществах Преподавание в высших учебных заведениях и т.п Я не буду рассматривать две оставшиеся группы характеристики Модели Кано в поиске ответа на вопрос Как войти в топ-100 лучших специалистов по березневому производству Конечно, приведенные здесь примеры По трем типам характеристик Неполный, ограниченный Поэтому, скорее всего, данное видео признан не столько дать вам исчерпывающий ответ на вопрос Сколько побудить вас подумать о том, что Есть базовый набор профессиональных требований Выполняя которые, вы будете хорошим специалистом среднего уровня Но не более Концентрируясь на них Ваши карьерные возможности будут существенно ограничены Второе Для того, чтобы иметь высокий потенциал роста профессиональной капитализации Нужно обратить внимание на основные конкурентные характеристики Попадание в топ-100 лучших требует от человека высокой социальной активности Внутри компании или за ее пределами Поскольку именно она обеспечивает профессиональный лифт к вершинам ваших карьерных возможностей А на сегодня это все Вы лучшая аудитория Всем Лина